Просматривая храм 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 Бессмертный полк, победы гордо лея флаг. Бессмертный полк, победы гордо лея флаг. В те суровые годы, к тем героическим дням. 9 мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги. День нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мир, весну, жизнь. Митинг, посвященный 72-й годовщине, со дня победы нашего народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Митинг. 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 КОНЕЦ Показывал образцы мужества, стойкости, железной дисциплины, умения побеждать на фронте и в тылу, вдовы погибших и узники концлагерей. Спасибо вам за светлый день победы! С праздником вас, дорогие ветераны! Уважаемые ветераны, для вас сегодня ваши правнуки дарят вам цветы в знак любви и уважения. Показывал образцы мужества, стойкости, железной дисциплины, умения побеждать на фронте и в тылу, вдовы погибших и узники. Показывал образцы мужества, стойкости, железной дисциплины, умения побеждать на фронте и в тылу, вдовы погибших и узники. Показывал образцы мужества, стойкости, железной дисциплины, умения побеждать на фронте и в тылу, вдовы погибших и узники. Фашистских лагерей, дети войны. Сегодня необычный день, день скорби и памяти. Сегодня мы чествуем тех, кто сражался на полях сражений и ковал победу в тылу. Годы уходят, но подвиг он в памяти и в наших сердцах. Дорогие ветераны, вы много испытали, но сумели сохранить для нас Родину. Отстоять и сохранить. Мы никогда не забудем ваш подвиг. Здоровья, счастья вам, благополучия. Низкий вам погон, дорогие ветераны. С праздником! С Днем Победы! К слову, предоставляется руководителю аппарата администрации муниципального района Волжской Мясниковой Ирине Геннадьевне. Добрый день. Добрый день, дорогие ветераны, гости и жители городского поселения Петра Доброва. Позвольте от главы муниципального района Волжской Евгения Александровича Макридина и от администрации муниципального района лично от себя поздравить вас с этим великим праздником. Мы сегодня в очередной раз преклоняем головы перед вами, дорогие ветераны, перед теми, кто уже никогда не придет. На этот праздник перед теми, кто в тылу ковал победу ценой своего здоровья и своего счастья. Спасибо вам за то, что сегодня над нами светит солнце, за то, что над нами голубое небо, за то, что вы подарили нам жизнь. Здоровья вам, благополучия и всех благ. С праздником! С Днем Победы! Слово для поздравления предоставляется главному инженеру федерального казенного предприятия «Самарский завод «Коммунар» Павлову Эдуарду Алексеевичу. Добрый день, дорогие наши ветераны, труженьки тыла, гости и жители нашего поселка. Сегодня мы отмечаем один из самых главных праздников нашей страны. Это День Великой Победы нашего народа на франшинской Германии. 72 года прошло, с тех пор, как закончилась, это одна из самых страшных в истории человечества война, которая принесла нашему народу несчастимые страдания, бедствия, разруху нашему государству. На полях этой войны мы оставили более 27 миллионов жизней нашей соотечественной. Вот в такие праздничные дни хочется всегда помнить о том мужестве и героизме, который проявил наш народ на полях той страшной войны, отстаивая честь и независимость нашей Родины. Хочется вспомнить о том мужестве и героизме, которые здесь, в глубоком тылу, наши бабушки, дедушки, дети войны проявляли для того, чтобы обеспечить фронт всем необходимым оружием, боеприпасами, продовольствием, медикаментами и всем остальным. Хочется пожелать вам, ветераны, долголетия, здоровья, оптимизма. Вот, спасибо вам большое, низкий вам поклон. Еще раз всех с праздником, с Днем Победы! Уважаемые ветераны, вас поздравляет протеерей благочинного, 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 благочинного благочинного благочиния, настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, поселка городского типа Петра Дубрава, отец Сергий. Добрый день! Всех вас поздравляю с этим великим и славным Днем, Днем Победы! Каждый год мы собираемся здесь, чтобы вспомнить те страшные события, которые пережил наш народ. Это и потери, это и успехи, как были падения, так и были восстания для людей. И сегодня он неоднозначный праздник, потому что это и праздник, и в то же время скорбь. Скорбь от тех, кто, к сожалению, не смог прийти с фронта, скорбь от тех, кто погиб в тылу или в плену, изымывая от тяжкого труда. Но это и радость, потому что все-таки мы сумели, наш народ сумел выстоять, сковать победу. Эта победа сдалась лишь только одним. В церкви есть очень главное правило, что церковь – это и есть соборность людей. Когда люди собираются, сплачиваются вокруг друг друга, и тогда любая задача, самая сложная, оказывается импосивной. И вот точно так же вот это сплочение и было в те тяжелые и страшные испытания для нашего времени. Сегодня, к сожалению, все меньше и меньше остается тех людей, которые участвовали в тех исторических событиях, которые ковали победу не только на фронте вокруг, но и в тылу. Поэтому позвольте мне поздравить вас с этим великим, славным Днем Победы. Пожелайте вам здоровья, успехов и помощи Божьей. И самое главное, как верующие мы люди помним, ведь не случайно победа всегда совпадает с пасхальными торжествами. Потому что Пасха – здесь главная надежда и главный праздник для каждого христианина в том, что человек имеет жизнь вечную. Не заканчивается все здесь. А самое главное, долг для каждого христианина – это послужить своему другу. Я убежден, что все ветераны и те жители, люди, которые жили в те страшные времена, которые доживают сегодняшний свой век, они свой долг как христианина выполнили до конца. Еще раз вас всех с праздниками. Помощи вам Божьи, благословения Божьей. Про Него Христос воскресил. Дорогие ветераны, примите искренние поздравления от директора Государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы поселка городского типа Петра Дубрава Ворошовой Ирины Владимировны. Добрый день, уважаемые жители поселка. Добрый день всех, кто пришли сегодня почтить память и порадоваться вместе с нами и порадоваться вместе с нами в этот славный день, День Победы. Четыре года длилась война и вошла в каждый дом и принесла горе и беду. И сила русского народа заключается именно в том, что каждый внес капельку своей победы, маленькой победы, трудясь в дулу, боюя на фронте. И каждый ребенок, и каждая мать, и каждая жена внесла в победу своим ожиданием тоже маленькую толику победы. Поэтому, опять же, хочется сказать, что несмотря на то, что ветеранов становится все меньше и меньше, посмотрите, как прибавляется наш бессмертный полк. Каждый родитель в каждой семье находит своих героев и присоединяется к нам. И я думаю, что с каждым годом этот бессмертный полк, эти воспоминания, эта память должна будет расти. С праздником Победы! Слово предоставляется жителю поселка Ежовой и Раиде Петровне. Спасибо, Россия, что не забыла бессмертный полк. Он объединился смертью всей земли народ. Люди в счастье, в дружбе и в любви, не забывая вспоминают всех солдат, что с войны не пришли. Они читают и берегут пожелтевшие похоронки, где погиб солдат-герой, защищая свою землю и своих родных, и свой родной дом. Давайте все всмотримся в лицо каждого из них. Они нам все родные. Они хотели жить. И никто из них не хотел на поле боя умирать. Они шли в бой только защищать и побеждать. Но не пришлось им вернуться живыми домой. Злая нечисть сразила их стрелой. Не виноваты они, не виноваты они, чтобы они от вражей пули полегли. Озверевший фашист. Солдат этих убил. Его цель была покорить весь мир. Но не хватило больше у фашистов сил. Наш русский солдат непобедим. Он закрывал своим телом броню, чтобы не победил враг нашу страну. Солдаты шли в бой и кричали «Ура! Вперед!» За свою страну, за каждый дом и свой народ. И повернули фашистскую нечисть в пять. И погнали орду немецкую в свою страну назад. И взошли наши солдаты в Берлин. И доказали, что русский солдат непобедим. И пришлось фашистам выбросить белый флаг. Это русские могут... А то русские могут всю Германию завоевать. И дали салют в честь примирения. И окончилась Великая война нашего времени. И мы празднуем День Победы каждый год. Но мы держим на готове пулемет. Но пока мирное время. Но наши кони стальные в строю. За Россию, за матушку, за любимую свою. Спасибо бессмертному полку. И вам, наши ветераны. Глубоки ваши, не зарастающие в сердце раны. Вам снятся страшные сны. И фашист перед глазами. Вы многие ночи и дни были в агонии и не спали. Вы видели весь ужас этой кровавой войны. Как на поле более миллиона солдат полегли. Как страдал старый Маак в фашистском плену. Как вы их освобождали не понять никому. Как среди вас организовывались отряды партизан. Как взрывали они поезда, то тут, то там. Как шли на смерть, закрывая собой пулемет. Не жалела своей жизни наша молодежь. А нам не забыть. Холод, голод, заверзших людей. Как мы ели траву и гнилую картошку с полей. Как опухали от голода наши тела. Но мы ждали. Возможно, скоро кончится война. Диктор нам передавал сводки войне каждый день. И доносилась эта весть до села и деревень. И настало долгожданное время. Окончилась война. И вернулись солдаты в родные края. Боже мой! Какая радость была у людей. Кто дождался своих родных, отцов и детей. И были у людей крепкие и горячие объятья. Были слезы, обиды. Фашистам проклятия. Но людское сердце долго обиды не хранит. Пережив это горе, человек сказал, надо жить. И со временем в жизни пришла тишина. Стали восстанавливать Россию и строить вновь города. И легла на плечи женщин тяжелая работа. По ночам они плакали, что на них легла вся забота. Но они выжили в этой жизни. И выжил старый мал. Помаленьку вздохнула Россия. Стала наживать капитал. Потихоньку двигались вперед. Как только смогли. И восстановилась Россия в наши нелегкие дни. Спасибо всем тем людям, Кто Россию восстанавливал и созидал. Кто на благо Родины трудился и ее оберегал. Благословенная наша Россия, гордость всей земли. И стекаются в нее народы словно ручейки. Благослови всех нас, Господь с небес, милость посылая. Чтобы мирно... Чтобы мирно совсем жить и никого не обременяя. С праздником вас, дорогие сельчане Петра-Дубравского поселения. Чтобы в ваших сердцах была радость и не было волнения. И пусть у нас в сердце Родины стучит. И раздается голос жить. И чтобы прожить эту жизнь не напрасно. Она очень короткая, но прекрасна. Жизнь нам очень дорога. Ее вернуть назад нельзя. Берегите жизнь свою. Радуйтесь каждому дню. Не давайте в сердце место скуки. Разгоняйте руками тучи. Пусть высияет в сердце свет, Чтобы не было в нем бед. Полюбите вы себя. Не уходите в мир греха. Там найдете вы пороки, Безнадежности, тревоги. Избегайте тьмы земной. Восторгайтесь дивной красотой. Пусть будет в вашем сердце радость и любовь. И каждый дольше проживет. С праздником победы я вас поздравляю. Крепкого здоровья, счастья, радости я вам желаю. Чтобы ваши семьи были крепкие, А дети были дивные. Дедушки и бабушки были вами не обижены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Сегодня мы собрались у памятника погибшим односельчанам чтобы бочтить их память возложений гирлянды и винков Светлая память героям войны Чьи имена помнит хмурое небо Поклонимся низко, возложим цветы Тем, кто, увы, не дожил до победы Ты уходил без слов прощай Не надо расставать Какая нам теперь печаль Когда бушует пламя И солнце жгло тугую спину И небо было очень сильно От этой доблести и силы Душа летит, летит, летит Пали на войне Уважаемые участники митинга Просим вас Возложить цветы к обелиску воинов Павших за свободу Нашей Родины Мальчишка в войну не играл никогда Мальчишка мечтал возводить города Но коржу нам с неба упала война И жизни мечты поломала И жизни мечты поломала Фашисты спалили деревню до тла Мальчишку трепетом отряд увела Он стал партизаном Героем семья С любовью его приняла С любовью С любовью ему приняла С любовью Он выжил, он выщел живым Из-за дня Он землю сберег Я тебя и меня И Родина сына Отважным гордым Построить сегодня свои Города Построить сегодня свои Города Маль Прости Цветет весна Откремела давно война И сегодня у братских могил Вспомним тех, кто нам жизнь Сохранила Светом благодарной памяти Светом любви нашей Светом скорби нашей Пусть озарятся Имена Павших Вспомним Три года Десять месяцев И еще восемнадцать дней Двадцать шесть миллионов Четыреста пятьдесят Две тысячи жизней Унесла Великая Отечественная война Проходят годы Десятилетия Сменяются поколения Но разве можно предать забвению Подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь Но и само звание человека Который хотел растоптать фашизм В день Великой Победы Мы склоняем головы Перед светлой памятью Не вернувшихся с войны Сыновей Дочерей Отцов Матерей Дедов Мужей Жен Братьев Сестер Однополчан Родных Друзей Наступает Минута молчания Минута молчания Вечная память Жертвам Великой Отечественной войны Вечная слава Героям Павшим за свободу И независимость Нашей войны Медали Ординар Многих на груди Кто носит орден боевой А кто за подвиг трудовой В своем родном краю Орлов Георгий Офицер Воздушного полка В бою Показывал пример Бойца большевика Открыл он свой Гвардейский счет На берегах Тесны А сбил 20-й самолет В последний день войны Орлова брат Орлов Степан На танке воевал И видел много разных стран Где только не бывал Четыре тигра Пять пантер Подбил Из пушки он Бесстрашный Русский офицер За это Награжден Балтеец Николай Орлов По счету Третий брат Был голову сложить готов За город Ленинград Не раз в атаку Он возил Победу с боем брал Его за храбрость Наградил Любимый адмирал Орлов Никита По три дня Свой цех не оставлял Моей стране Нужна броня Он людям заявлял Пусть я живу В тылу сейчас От фронта в стороне Мне как солдату Дан приказ Я тоже на войне Идет в атаку батальон Бойцы кричат ура Ползет вперед Услышав стон Военная сестра Орлова зоня Путь горда Твой подвиг не забыт И Ордик Красная звезда Об этом говорит Багровым заревом Объят широкий горизонт Пришел в состав Привез солдат На белорусский фронт Кто под бомбежкой Паровоз Рискую жизнь Вел Орловой вере Этот пост Доверил консомол Сергей Орлов В Берлин Входил И среди прочих слов Он на рейхстаге Начертил Здесь был Сергей Орлов О славном Боевом пути Расскажет вам Собер Солдатский Орден на груди Он носит До сих пор Огнем немецких батарей Накрыта высота Но не ушел Орлов Андрей С своего поста Бою не дрогнул Коммунист Не бросил телефон И за это был Связист Медалью награжден Орловой клаве Двадцать лет И ей не зря почет Что трактористки Лучше нет О ней молва идет Она Ударница полей И знает на селе Что лично сам Калинин ей Вручал медаль В Кремле Орлов Павлуша Младший брат Как школьник В те годы Не удостоен Был наград Но это Не беда Он как маленький воец Был с нами В грозный час Он стал в старку И взял резец И выполнил заказ А этот борт А этот борт Просимать Спасибо скажем ей Она сумела воспитать Десятерых детей Она сумела заложить В их души В их сердца Поры Отечеству служить Быть стойким До конца Пощады от врага Не ждать И отступать в бою И если нужно Жизнь отдать За родину свою Субтитры подогнал «Симон» И если нужно Субтитры подогнал «Симон» ПЕСНЯ 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 Мне кажется, по бою, что солдаты С кровавой не пришедшие болей Не в землю нас полегли когда-то А превратили в белых журавлей Не в землю нас полегли Четыре года страшных испытаний Потери, жертвы, искалеченные судьбы И тысячи людских страданий Имен героев никогда не позабудем Пусть мирных дней Отсчет ведет отчизна Людьми пусть правит Только мир и доброта Пусть будет день победы Над фашизмом Победы мира на планете Как всегда Пусть люди этот день не позабудут Пусть память свято сохранят те имена Которые приблизили победу Своими жизнями Перечеркнув война Четыре года Испытаний страшных Мир павшим Ушедшим Не вернувшимся домой Погонного века На смену вставшим Всем, кто победу одержал Погон зерой КОНЕВАЛЬСКИ Играет фазы Погон зерой Деталя Играет фазы На смену Играет фазы Играет фазы Атланды Играет фазы Погон зерой Забыл тыл от нас долял, как постребал, считая луганёк. И не тёстым, а в коре мы не в тени. В эту землю прибежали, как могли. Это день победы, городом пропал. Это праздник, ситиною на весках. Не надо, не надо, не надо, со слезами на глазах. Ни победы, ни победы, ни победы. Дни и ночи, мухаркетовских печей, И смертва наша родина. Дни и ночи, битву-тву-тву-тву-тву-тву-тву-тву-тву-тву-тву-тву-тву. В этот день мы все бежали, как могли. В этот день победы, городом пропал. Это праздник, ситиною на весках. Это радость, со слезами на глазах. Без победы, без победы, без победы. Сегодня во всем мире праздник. Славим вас, ветераны войны и труда. За ваше мужество, за радный подвиг. Возвратились мы и все пасеково, Забежатся по России. Волги, волги, зашагали ползины. Это день, который бежали, как могли. Это день победы, городом пропал. Это праздник, ситиною на весках. День победы, без победы, без победы. Примите нашу благодарность, живите долго и счастливо. Пусть будет мирным это небо и теплым отчий дом. Пусть будет счастлив наш народ. Пусть здравствует и процветает наша Родина. Митинг, посвященный 72-й годовщине победы, В Великой Отечественной войне, Объявляется закрытым. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.